Дальше снимать будете? Естественно, я буду фиксировать Да что вы будете фиксировать? Свои ходатайства, которые сейчас буду подавать Как вы будете их разрешать? Ходатайства, которые будут, это привлечение моего защитника Вот они даже не могут решить, кто на себе возьмет ответственность Кто будет составлять протокол Потому что я должен общаться Вот он Карченко, вот он все Ручки другую пожимкали Красавчики О, изъять нужна видеозапись, смотрите, что творит Он дает указание, изъять видеозапись Так давайте сами составьте протокол Вон у вас звездочки большие Класс, покажите, как нужно составлять протокол Да плохой класс Я вижу, что чины приехали Давайте заходите, пообщаемся Я хочу, чтобы у меня приняли мое устное обращение Совершение преступления Мне пояснили дежурной части, что ваше устное обращение заявления уже зарегистрировано в дежурной части Я не знаю, что вам пояснили Я хочу к вам обратиться именно с целью, чтобы вы приняли от меня устное заявление о совершении преступления Мне только что 10 минут назад сказали, что мы нужны вам только поприсутствовать Нет, я вам сказал, что мне нужно подать заявление Вы отказались у меня принять заявление Я вам еще один бланк дам заявление Мне не нужен бланк, мне нужно, чтобы вы зафиксировали, записали, а я продиктую Устное заявление у нас принимается в дежурной части Да мне все равно как принимается, вы как должностное лицо должны принять и все Ну всегда сотрудники полиции, другие приезжали в суде, где угодно оформляли от меня, все Вы желаете, чтобы я за вас написал заявление? Так я же об этом 10 раз говорю, что я не могу сейчас писать Вы сейчас пишете? Да, я пишу Второй рукой написать заявление? Да я много чего могу, но у меня есть право, есть приказ МВД Своей рукой за вас напишу заявление Сообщение зарегистрировано под номером 3425 Ну вы сказали, что вы вызовете следователя, следственного комитета Следственный комитет, я также предложил дежурную часть Они мне пояснили, что сделают все, что в их силу То есть ничего, да? Не могу это Не надо стоять около камеры вот здесь, не надо, пройдите туда потом Я здесь стою, я сообщаю с сотрудниками полиции Ну вы общаться можете чуть подальше, вы мешаете Ну давайте я подальше буду Вы отойдите вот сюда вот подальше, отойдите и общаться Я хочу с сотрудниками полиции общаться Да вы можете общаться с ними, ради бога, сколько угодно Они здесь находятся, далеко не ходят Или вы хотите около них за руку подержать их, что ли, я понимаю Тебе не все равно, что я хочу Не тыкайте, будьте любезны Не указывай мне, не указывай мне, что мне делать Я хочу здесь стоять, общаюсь с сотрудниками полиции Вот точно так же Ложкин себя вел, понимаешь? Вот сейчас я еще раз вам говорю, будьте любезны Я не буду любезен, я общаюсь, а ты влезаешь в разговор у меня с сотрудником полиции Я не влезаю в разговор с сотрудником полиции Я его попросил отойти в стороночку, вы мешаете Ну если я тебе мешаю, я отойду, ну так не указывай Я же вам говорю, отойдите, вы мешаете Вы мешаете, я отойду туда, куда я хочу Статья 17.3, поскольку у вас повторное нарушение Часть 3 Предусматривает включение наложения административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей Или административный арест на срок до 15 суток Введена федеральным законом 27.01.23 Разъясните мне права, мне непонятно Я спрашиваю, я имею право на защитника? Так точно, можете пользоваться Как я могу воспользоваться своим правом на защитника? Обеспечьте мне возможность воспользоваться правом на защитника Дайте мне, пожалуйста, ручку, листочек Я напишу ходатайство Вы не думаете, что это так для вас легко пройдет? Вот вы сейчас мне угрожаете, да? Нет, почему? Почему? Это факт Факт, это когда действительно наступит само событие А в данном случае вы мне угрожаете Наступит Ну, это вот так Я сделаю все, чтобы это наступило Вот вы так и говорите Вы правильно говорите А я как говорю? Я, по-моему, так и говорю Нет, вы не так говорите Я не думаю, что вы мне сможете переговорить Я не собираюсь вас переговорить Ну, тогда да, ротик прикрой и все Так я с быдло общаюсь, как с быдло Вы себя кем считаете? Быдлом или интеллектуалом? Вы подтверждали о уважительном обращении к судебному приставу по УПДС Так вы себя кем считаете? По основному лицу при исполнении служебных обязанностей Я вам как-то неуважительно сейчас отнесся или что? В чем проблема? Вы обращаетесь ко мне неуважительно? Каким образом? У меня ведется фиксация На «ты» У вас есть определенные правила общения Пунтик у вас говорит Знаете, что вы можете с этими правилами сделать? Знаете, что? Я вам потом скажу Без камер Мое время стоит много денег Ну, вы же административно задержали Вам же сказали уже Ну, вы должны все-таки вести в разумных сроках это Ну, для начала три часа Для начала три часа А это можно, значит, и раньше Максимум три часа Максимум Более трех часов пока Держать не можем А там будет время Вопрос не в этом Не надо злоупотреблять Мы не злоупотребляем Мы это необходимо Так я могу данные получить Я вот ходатайство написал Мне надо только только данные вписать Сейчас чуть попозже Так когда попозже? То есть вы злоупотребляете данные? Ну, он сейчас освободится Его сейчас вызвал судья Он с ним пока разговаривает А, судья Ой, фабрикуете ребятки А не с этим судьей А не с этим? По-другому делу совершенно Он что ли Он там осуществляет Безопасность доставки Уголовных дел К месту проведения судебного заседания Ну, вы станете герой Насчет вас не знаю Но вот ваши коллеги Которые это все сфабриковали Особенно у Харченко Боже, какой же он глупый Это просто кошмар Это ж надо На такое подписаться Ну, ладно, там скомандовал кому-то И спрятался в коморке Чтоб никто не видел и не слышал Нет, вышел в эту ситуацию В лес Как? Гражданское лицо Может вам давать какие-то указания Администратор Его одна задача Решать вопрос Где коробки какие лежат И куда что передвинуть Явно не к вам Эти вопросы Распоряжение вам может давать только судья Согласны? Ну и соответственно Высостоящий начальник Прямое подчинение Юрий Евгеньевич Вы-то хоть с этим-то согласны? Что все-таки Субординацию Нужно соблюдать Вашему Харченко Ну Я не знаю о чем вы говорите Это с ваших слов По поводу вашего Харченко Это я так говорю Я знаю что я должен делать Не, но он прямо Давал указания Он прямо давал указания Вашим подчиненным Составить протокол И более того Он им угрожал Что если вы не составите Он примет определенные меры По отношению Я знаю У нас указания Нам давать не надо Чтобы составлять Мы сами Но он давал указания Подталкивая вас На вот эти Незаконные действия То составляет То составляет Это вы только сейчас Придумали какую-то часть третью До этого я думаю Это не мог придумать Уговаривал человека Чтоб он все-таки Сказал причину Я сюда приехал Я уже узнал И видел постановление Так понимаете Вам как минимум Надо уже доказывать Тут два обстоятельства Понимаете Вы первое то не можете доказать а теперь Надо два доказательства Доказывать Второе доказывать нам Совершенно не надо Из MERK д proved Вы так считаете Но так же я могу сказать, что это вы так считаете Надо знать законы Это с двух одинаково Вы говорите одно, я говорю, каждый считает, что он прав Но смысл об этом? Нет Вы должны не выступать по закону С действием моих коллег можете обжаровать Уважение нужно заслужить А вы на работу ходите Вы не служите Вы работаете, бабки зарабатываете Причем на людях Какой федеральный закон меня заставляет Общаться с вами на Каком-то там особом языке Вот я знаю закон о полиции Прямо говорит о том, как нужно общаться с сотрудником полиции Или вы думаете, что председатель суда может устанавливать В отношении граждан ограничения какие-то Я думаю, что нет Если я пристава Ложкина назвал на ты за пределами судебного заседания Но это не повод ему, так сказать, обижаться И устраивать этот цирк Ну, по крайней мере, я считаю, что здесь нету никаких нарушений Абсолютно никаких нарушений нет Да, в судебном процессе нужно к участникам процесса Ну, вежливо обращаться Согласен, я себя крайне корректно веду в судебном заседании Требую этого также от судей И от других участников Там мы соблюдаем формальность Понимаете, Юрий Что есть процесс Это процесс А есть конфликтная ситуация Которая спровоцировала именно сотрудник Службы судебных приставов Потому что он начал меня подгонять А это делать некрасиво Юрий, вот как вы отреагируете Если вам начнут что-то говорить То, что вы, в принципе, делаете Но вас будут подгонять и подталкивать У вас какая-то будет ответная реакция Вы наверняка спросите Зачем вы меня толкаете И зачем вы меня подгоняете Ну, логично Или вы промолчите Обидитесь и промолчите Вот еще есть люди, которые молчат все время Они вот терпилами их называют Вот есть обиженки, а есть терпила Вы будете терпеть, если вам кто-то скажет Вот, побыстрее давай, быстрее шмотки собирай Быстрее уходи Будете терпеть? Так вот, я не терпила, Юрий Если меня кто-то подгоняет Я не ускоряюсь, как некоторые Я это делаю ровно в том В той манере движения Как я это делал изначально Мне не надо подгонять Ничего не случится, если я буду выходить Не одну минуту, а две минуты Потому что ничем не регламентировано Сколько я выхожу Там получается Завороток лучше подальше Юрий Когда ваш придет уже человек, который будет все оформлять Вы понимаете, что сейчас все фиксируется Что вы именно реально злоупотребляете Злоупотребляете Реально Вы задержали человека И не ведете процедуру Вы просто его держите Просто держите Вы понимаете Вы понимаете, это статья Это уже статья Даже если вы потом что-то будете оформлять Вы злоупотребляете своими полномочиями То есть это уже 285-я статья Уголовного кодекса То есть есть превышение Ну я усматриваю и превышение А в данный момент вы злоупотребляете У вас столько человек И никто со мной не ведет процедуру уже больше часа Никто Алексей, как вы считаете? Так должно быть или нет? Или для вас это позволительно? Врать и бездействовать Вы просто упиваетесь своей властью Вы просто знаете, что я не могу Сделать то, что сделал бы другой человек Имея точно такую же власть, как у вас Поверьте, если бы у меня была власть Я бы с вами и не разговаривал Я провел бы определенную же манипуляцию Давно бы И в наручниках бы оказались именно вы И на суде бы стояли А потом бы поехали Места нествовья отдаленные Но я думаю, что со временем это будет Рано и поздно это будет Вопрос только когда Нет ничего более вечного, чем То, что происходит Просто когда это будет Даже некоторых фашистов Достала Судьба, скажем так Наказание, кара Когда они находились Под 90 лет в инвалидном кресле Когда их все-таки нашли Их осудили К смертной казни Те преступления, которые вы совершаете А на мой взгляд Вы совершаете преступление Они срока давности не имеют Потому что любое преступление В отношении человека Против человечности Против прав его Это преступление, которое не имеет Срока давности Поверьте мне Вас будут потом доставать Каждого Нужно только смена власти И все Либо та же самая власть Но указание Что можно это делать Вас разорвут в клочья На площадях будут забивать камнями Сжечь вас будут Понимаете На столбах будете висеть Это то, что я думаю, что будет Вопрос только когда А то, что будет Это сто процентов Поэтому, Юрий Когда вы что-то делаете Думайте, что вы В конечном итоге Должны человеком оставаться Можно пошутить Можно там Что-то еще сделать Но не надо переходить Определенные грани Говорю, деньги есть за консультацию? Я тебе поясню Давай Доставай Доставай Говорю, защитника моего сюда Допусти Алло Гараж Что тебе нужно еще раз сказать? Ваш защиту Стоит и ничего не делает Так допустите Мы ему что-то драться, что ли? Просить что-то должен Пригласить Он вас прекрасно слышит Пусть подойдет Денис, подойди так, чтобы я тебя видел Ну видите, я его не вижу Я не могу как бы знать Сейчас он стоит Может вы его там удерживаете, нет? У него спросит Применяйтесь Так я его не вижу Я вам и задержан И удерживаюсь в углу комнаты Понимаете? Вы мне тут применяете Ко мне методы пыток Путем Пыток Конечно Я это расцениваю Как неуважительное обращение Жестокое обращение И пытка Пытка временем Пытка тем, что вы не даете мне Ни водички попить Вы бросите водичку Хочу водички попить, да? Желчок А лучше чай или кофе? Кофе нету, к сожалению Ну чай Только водичка А чай есть? Можно водички принести? Водички Кипяченые, правда, желательно Я, конечно, не обещаю, что он Не, ну вы Короче, ту водичку, которую вы пьете Сейчас он постарается найти водичку Денис, заходи, присаживайся Да, я пригласил Вы хотели пообщаться? Общайтесь, конечно Тебя должны это Не то, что пригласить А тебя должны запустить Дать возможность Разъяснить тебе права К моему защитнику В процессе Ставления инициативного материала Защитник ваш будет присутствовать С момента, как ограничены мои права Вот с момента моего задержания Сразу же допускается защитник Вот он, защитник мой Он смотрит Мы вас не наградим Я заявляю Вот мой защитник Мы Мы Что мы 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 У вас Ваш коллега спрашивает Говорит, что нужно для того, чтобы Допустить защитника Консультацию мне хочет Платную Ваш защитник присутствует Так допустите Сюда я его запустить не могу Это помещение Которое Вы говорите Под видеозапись То есть вы не можете Допустить моего защитника Стоит ваш защитник Ну так запустите его ко мне Пообщаться Что за глупостью Сейчас внесет Сейчас будут составляться Административные материалы И он будет присутствовать Мне нужно проконсультироваться Один на один Я хочу пообщаться Со своим защитником Своди его Да не меня сводить Его сюда пригласите Здесь нельзя Почему? Потому что это помещение В котором Так он защитник Он точно такие же права имеет Развестить ему права 25.5 Куа Вы слушаете меня Вы меня не слушаете Я тебя послушаю Почему нет Я такую тупость Исляюсь за выражение Буду слушать очень долго Здесь находятся видеокамеры Которые наблюдать Постройки Так если я здесь нахожусь Значит и он может здесь находиться Он мой защитник У него точно такие же права Как у меня Знакомиться с материалами дела Заявлять ходатайство Отводы и так далее Изучать материалы дела Он защитник Допустите И то что вы сейчас Его не допускаете Это фиксируют И это будет являться Грубейшим вашим нарушением Грубейшим нарушением Процессуальным нарушением Отказ в допуске защитника Потому что вы не обеспечили Возможность его со мной И меня с ним пообщаться Ну так запустите его Мне нужно с ним пообщаться Вы пообщаетесь со своим защитникам Да как вы меня ограничиваете Получается Сейчас пройдем защитникам Вы же не ограничили И там пообщается Потому что в данном помещении Вы же не ограничили получается Никто вас не ограничивает Есть определенная процедура Прохода в суд Вы это прекрасно сами знаете Правильно? Причем здесь суд Вам паспорт показал Все какие проблемы Сейчас покажет паспорт Досмотр все как положено Здесь вопросов то нет Пойдете пообщайтесь Одно к другому Это при этом В смысле Мы процедуру будем здесь вести Значит он здесь будет присутствовать Или мы будем там процедуру вести В стране где виситут процедуры Денис заходи Поведи вот Не надо командовать Куда и кому заходить Будьте любезны Процедуру мы Составление протокола Где будем составлять Там или здесь Как только начнем составлять Сразу и А когда вы начнете составлять Уже засоставляется Будьте любезны А уже составляется В мое отсутствие Вы хотели Собираться документов Вы хотели пообщаться Со защитникам Идите общайтесь Да Будьте любезны Будьте любезны Короче Возникает конфликтная ситуация Я заявляю отвод Она не хочет Все это дело рассматривать Не хочет это рассматривать Короче она раз объявляет перерыв Второй раз объявляет перерыв Ну короче там просто жесть Что творится Она не хочет Кодатайство мы ее рассматривать А видеофиксации Все Короче вот это перерывы делать С кем-то советуются Вот мы выходим ждем Потом опять заходим Потом опять выходим Вот Бред Я что-то говорю Она говорит Все рот не затыкает Расключает дальше Запись Я говорю Зачем вы меня перебиваете Понятно Ну то есть Просто вела себя по-хамски Я ей делаю замечание Я говорю Давайте В связи с тем Что у нас возникает Конфликтная ситуация За ним Заявляю отвод Надо как раз фиксировать Чтобы вы доставите эту информацию В коллекционную коллегию судей Как вы себя ведете Что нарушаете Кодекс судебной этики Ну аудиозаписная Тому все ведется Хорошо Она короче психует Говорит Все Судебное заседание закончено На ходатайстве о видеосъемке Судебное заседание закончено Я выношу решение Все Просто вот в середине процесса Я выношу решение Выходите Ну я собираю шмотки На меня начинает наезжать пристав Говорит Выходите Выходите Говорит Да я выхожу Я выхожу Говорю Не толкайте меня Не торопите меня Ну я Дайте я вещи соберу Я это все говорю Но видеозапись это не ведется И вот он говорит Что И выходите Выходите Говорит Я выхожу Выхожу Собираю вещи В итоге я выхожу Он начинает опять меня провоцировать Типа Почему на ты ко мне обращайся Я говорю Я не хочу с вами разговаривать В итоге Подходит Харченко А как только я сюда зашел Они с самого порога Начали меня виски Харченко не которого вы уволили Харченко да Который этот Который Спровоцировал Я его заснял Все Тут Стал Живаком меня Стал не пускать Там наверху Давай У меня из рук камеру Ну вырывать Трогать Понимаешь Я ему говорю Ты что делаешь Вообще Тут такое творилось Это просто жесть Харченко это мент Мент Бывший мент Одна начальника В итоге он такой Говорит типа У него нужно видео изъять Понимаешь Он понял Что он попал Хорошо попал И поэтому они сейчас хотят Ну я предполагаю Что могут попытаться Изъять у меня Если что я тебе передам Это так себя подставить Настолько Ну глупым человеком Просто понимаешь Сидел бы там в кону Я раздавал бы по телефону В Казани Там мама Там Нет Он сам вышел Сам вышел Сам вступил со мной в конфликт Я тебе говорю Я вот так иду Я выхожу Он встал меня И не пускай Я говорю Я вас обойду Я все включил Телефон Я вас обойду Я начинаю обходить Он такой Раз опять И берет Дает указание Пристав Если вы не составите На него протокол Я вас нахожу А кто-то А кто-то А кто-то Он не кто-то Он администратор Он никто Почему он себя Это почувствовал То есть Вот точно так же Как он давал указания Своей ментовке Да Участковому Составить на него протокол Точно так же Он себя здесь ведет Там его выгнали Отсюда вот так же вылетят Как щенка выкинут Он думает Что он Бог здесь Кто Да он здесь никто Он знаешь кто Он Совхоз администратор коробки с одного места на другое перенести я просто много раз видел как он там коробки таскает она что-то вот полы моет че не знаю чего он себя богом почувствовали за и он хотел может быть мои глазах показаться начальником наверно у него видимо своего свободно минутка появилась между скажем так между ящиками вытиранием там каких-то полов примет не форме ничего не делают ничего не делать просто ничего не делать просто вот меня держит и все может полицию вызвать ты аж вызвал полицию про еще раз вызвали приезжали приезжали но ничего взяли с меня объяснение уехали все просто злоупредляет положение просто меня держит не без составления протоколы что за какие-то ограничения успокойся конечно открой я задыхаюсь уже в вашем говнище сидеть у нас не так много народу я попросил скорую я попросил воды ничего нету смысле я под видео камеру попросил скорую я просился выйти на улицу подышать все другого человека ну вы все прям молодцы такие все убегают куда-то где скорая где вода стакан воды вы меня уже несколько часов здесь удерживаете без составления протокола никакого пожалуйста максимум на колени все и проси прощить просения максимум нету стаканчиков скорую вызови чё издеваясь чё вылупил зеньки зеньки свои спрячь и вызови скорую ну это сколько этот процесс может длиться вы мне здесь удерживаете без составления протокола сколько я могу здесь находиться сколько я могу находиться без составления протокола я даже не знаю кто протокол будет составлять должностное лицо на кого я вот это ходатайство написал на кого на кого ходатайство юрочка смотри видишь бумажку чё вылупился вылетишь пинком без восстановления пенсию тебя не будет знаешь почему потому что ты никому не нужен тебя сольют в первую очередь потому что ты никто конечно да я тебе сказал нет мне просто интересно когда же вы мне стакан воды принесете водички принеси при водичке принеси у меня давление высокое я нервничаю очень сильно я эмоционально возбужден я могу потерять сознание я подвергаюсь унижающего человеческое достоинство обращению дмитрий привет будешь у меня камеры зимать а готов заявление об увольнении орел слышь меня нет чё зеньки то выпучил ржать будешь потом да так как задержание уже что ли 12 22 минут давайте подписывать так давай мне вручай протокол все давай протокол так вам копия естественно да подпишите я вам сделаю копию я обязан что-то подписывать ты мне копию вручи вот это под видеозапись говорю копию мне вручи не тупи делай как по процедуре положено вот тебе дмитрий харченко научит научи дмитрий как составляются протоколы я не отказываюсь от подписи я говорю копию мне предоставь допустите моего защитника орлы да я не отказывался от подписи еще раз говорю кто там такой консультант высшие чины что ли да в москву напишу и вышивому руководству я вас позор покажу прям лично на компакт-диски пришлю как тут фссп работает начальнички деловые а ты харченко в лес такое говно с которого ты уже не вылезешь знаешь почему потому что нужно было сидеть в кабинете там отдавать свои распоряжения знаешь почему потому что ты засветился понимаешь какой красавчик только пухляшка такой милый если честно на себя ну я такой да я тоже красивый дима что ты такой прям сегодня вежливый прям стал уже животом меня не пихаешь иди сюда нормально пообщайся пускай люди на тебя посмотрят ну давай так встань в кадр чтоб тебе нормально видно было еще раз можно он и бейджик даже надел кто-то там по бейджику денис посмотри кто там по должности до какого уровня упал человек ниже плинтуса или нет администратор там швабра на месте нет дмитрий швабра почему не на месте тряпку взял и начал убираться вот твоя функция администратор дима один что-то дима как-то как-то скромничает стоит дим покажи свой свой бейджик покажи бейджик дим ну димушка ну давай почему не убрано в туалете дим почему в туалете не убран эти еще раз спрашиваю дима давай тайну не балуйся чтоб все чистенько было приду проверю какой-то носиле молчаливый стал сначала так бычил красиво бычил бычил пузико свое такое выключил меня толкает а это понятые что ли а понятые то по какому поводу единис формирующих я снял я же я же говорю под видео запись говорю я не отказывался от подписи дайте мне протокол задержание девушки недовушки смотрите под видео записью фиксируется я не отказывался подписи смотрите почему подписываетесь суд все придем придем суд и будете давать показания Без меня фабрикуют все дела Без меня Дим, ну зачем так все усугублять было Ну выходил человек Ну без проблем Зачем ты меня лапал Ручками своими шелудивыми За камеру Почему ты меня ограничивал Выход сначала из помещения Мы же с вами дома, да Значит хочу вас еще раз предупредить Если это видеозапись Попадет Без моего разрешения Будете нести административную ответственность Если там будет распечатана какая-то информация Моя персональная Будете нести уголовную ответственность Не пукни, смотри Не получилось, да, руководитель Ты понимаешь, как ты обозорился Ты не просто обозорился Ты мягко выражаясь Обозорился, понимаешь А что так тихо говорить под свою камеру А вы же ее потом целиком будете предоставить Конечно, конечно Конечно Да ты не уходи Ты главное иди сюда Я тебе Я тебе Так скажу Ты обкакался Это ж надо Начальником полиции Швабру взять в руки Молодец Да, да, да Замашки-то остались старые Да Покомандовать захотелось Иди швабру, говорю В туалете убери После себя А вы начальники ФСП Думаете, во-первых Что ваши подчиненные делают На пустом месте фабрикуют дело Или вы сейчас командуете Даете им указание Что якобы я там от какой-то подписи отказался Не стыдно вам? Ну вы же сказали Помощь не могу добиться Вы же 10 раз мне говорите Что вызвали Что стаканчик с водой несете Протокол мне даете Как тебя зовут? Мне нужно ходатайство на тебя подать Сюда Максим Максим, я не помню как тебя Да мы еще не начали Ходатайство я тебе должен вручить Я должен знать, кто ты такой Получили копию протокола Копию мне дай для начала в руки Чтоб я был уверен, что копия находится у меня Заверена Где заверенная копия? Заверь копии документы как положено Оригинал в подписи чтоб было Это ксерокопия у тебя Как положено 303 статья тебе светит Дорогой Тебя взяли козлом отпущения Тебя козлом отпущения за фабрикацию взяли Ты фабрикуешь у меня административное дело По тому, чего не было 8 декабря 23 года Около 12 часов 20 минут Гражданин Мамаев Владимир Владимирович Находясь на втором этаже здания Первомайского района суда города Мурманское Расположенного по адресу город Мурманск Проспект Ленина, дом 2 И будучи ознакомленным с правилами Перебывания посетителей в Первомайском районном суде города Мурманское Утвержденным приказом председателя Первомайского района суда города Мурманское 4.07.22.035 Предусматривающих в том числе Соблюдение совершенной порядка и норм поведения В общественных местах здания суда И исполнение законных распоряжения судебного пристава по ОПДС Данный гражданин В перерыве судебного заседания После того, как судебный пристав по ОПДС Выполняя указание председательства Судей покинуть помещение Удалил Мамаева Владимир Владимирович Из кабинета номер 208 Первомайского района суда города Мурманское Где проходило судебное заседание Стал громко возмущаться Проявлять недовольство по поводу знаменного решения Шумел, мешал нормальной работе сотрудникам аппарата суда На неоднократный законный распоряжение судебного пристава по ОПДС Прекратить свои противоправные действия Нарушающие установленные правила в суде Не реагировал, вступил в привлекание Продолжал мешать нормальной работе суда Тем самым не исполнить законный распоряжение судебного пристава по ОПДС Прекращение действий нарушающих установленных в суде правила В соответствии со статьей 4.6 КОПРФ Лично лицо, которому назначил административное наказание За совершение административного правонарушения Считается подвергнутым данному наказанию Со дня вступления в законную силу постановления Значения административного наказания До истечения одного года Со дня исполнения данного постановления На основании постановления Мирового суде Судебного участка номер 5 Октябрьского судебного района города Мурманска 30 августа 2023 года и решение Октябрьского районного суда города Мурманска 5 октября 23 года, вступившего в силу 5 октября 23 года, Мамаев Владимир Владимирович был привлечен к административной ответственности к предусмотрению части 1 статьи 17.3 КФРФ. То есть данное правонарушение совершенно повторно. Таким образом, в действиях Мамаева Владимира Владимировича осматриваются признаки административного правонарушения предусмотренного частью 3 ст. 17.3 Административного правонарушения ст. Федерации. в повторном совершении административного правонарушения смотрим на часть 1 или 2, сикву аппарат. Вам нужно еще раз разъяснять 25.1, 51 статью Конституции? Да или нет? Вот, Максим, не помню, как Харченко тебя подскажет. Сделай как положено, не позорь ни себя, ни кого, сделай как положено. Ну глупо, у меня сейчас спрашивать, как нужно себя вести. Сделай по красоте, сделай как положено, ты протокол составил в мое отсутствие. Ну хоть как-то выйди из этого говна, хоть как-нибудь. Дмитрий, ну что вы, ну научите их правильно все делать. Ну, ну это какой-то кошмар. Что ты там составил, мое отсутствие. Ни ходатайства у меня не принял, ничего, ни объяснения, ничего. И все самое интересное, это все фиксируется непрерывно. Он мне спрашивает, вам надо разъяснять права или нет? Что за бред, что за бред. Ну возьмитесь, ну возьмитесь за них, ну по старой, так сказать, памяти, научите их. Дим, ну не все время швабра махать-то, а. Теренки нормально работают. Теренки нормально работают. Дим, а что, за что уволили-то, скажи мне. Дим. Дим, реванш или взял? На видео. Да его сейчас и отсюда уволят, это как бы ненадолго осталось. Дим, скажи, ну хотя бы для видеокамер, хотя бы для оправдания, почему ушел с отдела полиции номер один? Это тогда, чтобы я вообще ничего не разговариваю. А, ну то есть это не хочешь. Ну давай дальше. 25.1, кстати. Лицо в отношении, которое ведется в производство по делу административного правонарушения, отправить знакомиться со всеми материалами дела, задавать объяснения, представлять доказательства, заявлять в ходатайство и отходы. Подожди, Максим, можно я тебя перебуду? Давайте встанем так, чтобы эта херня не пикала. Я ничего не слышу из-за пикания. Вы ходатайство приняли? Давайте туда перейдем, чтобы не стояли никто. Вот и начальство заодно посмотрит, как ты даешь мне объяснение. Возвращаемся. Это мой защитник. Возвращаемся. Заходить в видеокамеры запрещено. Ух ты, Дима, какой разбушевался. Ух ты, какой. Ух ты, какой. Сейчас напишем. В кабинет зайдите. Все, пойдемте в кабинет. Да короче, не надо тут это пиканье. Пиканье не надо вот это вот. Нормально, сделайте так, чтобы защитник мой рядышком был, чтобы звуков посторонних не было. Защитник, проходите сюда. Да, конечно, нужно, а не можно. Пускай не пускали просто. Вы что-то нас вот так вот прониклить сюда. Можно прийти? Можно? Конечно, не специально. Аккуратно там спинка ломаем. Представитель, пожалуйста, пристаньте здесь. Вас не досмотрели, чтобы заходили к обещанию. Все нормально, не напрягай, Орел, не напрягай моего защитника. Так, 25.1. Да, да, это я тебе сказал, все правильно. Все правильно. Я не слышал, можно сначала, я перебил вас. 25.1. Статья. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе, знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснение, представлять, оказаться, заявлять, когда тай свои отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными профессиональными правами, соответствующими. Сходство на административном правонарушении. Статья 51 Конституции. Ничто не обязан свидетельствовать против себя самого своего супруга близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Так, статья 17.3. Исполнение распоряжения судебных приставов обеспечения установлено порядка 10 судов. Часть 3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренное частью первой или второй настоящего статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 структур. Вы когда скажете, что вы зачитали, я задам вопросы. Мне непонятно, у меня есть вопрос. Значит, смотрите, у меня есть право на защитника? Все вопросы к своему защитнику. Я вам задаю вопрос. Подожди, давай, два сначала я. Я вас познакомил. У меня есть право на защитника? Вы мне права, разъясните, пожалуйста. Я могу воспользоваться услугами защитника? Я вам только что все это читал. Вы будете расписываться? Вы что-то зачитали, я вас спрашиваю. Вы мне разъясните права. Я имею право на защитника? Я имею право. Я могу воспользоваться услугами моего защитника? Вам мешают вести процедуру. Сделайте замечание. Я распишусь, не переживайте. Разъясните мне, как положено, права. Выгоните посторонних лиц отсюда, чтобы они вас не отвлекали. Здесь должно находиться только лицо, ведущее административную процедуру, лицо, в отношении которого составляется протокол и его защитник. Остальных всех выгоните отсюда за шкварник. Вам помочь? Будете расписываться? Вы слышали мой вопрос? Я имею право на защитника. Я могу воспользоваться услугами защитника? Ты слышишь меня или нет? Я буду подписывать, я еще раз говорю. Право на защитника я имею или нет? Да я за свой счет, понятно, что за свой счет. Защитника могу пригласить в данную процедуру? Я задаю вопрос вам. Должностное лицо, составляющее протокол. Я имею право на защитника? Можете. Могу. Я могу его сейчас допустить, пригласить? Вы допустите его в процедуру? Вы отказываетесь или подписываетесь? Да ты что, тупишь ей Богу? А ведь других слов нету. Я тебе назову простой вопрос. Защитника, имею я право или нет? Нет, пригласить. На процедуру составления протокола. Ты меня задержал. Ты удерживаешь меня больше трех часов уже, наверное. У вас же защитник рядом сидит. Да тебя не дождало, Лаваш. Кто здесь с чего рядом сидит? Процедуру соблюдай. Соблюдай процедуру. Допусти защитника моего. Да буду я подписывать. Ты глухой что ли или нет? Не подписывайте. Ты глухой или что? Пожалуйста, подписывайте. Еще раз говорю. Протокол составлен без моего защитника. Правильно я понимаю. Не будете подписывать? Без моего защитника составлен протокол. Правильно я понимаю. Ответьте на простой вопрос. Разъясните мне права. Да я не отказываюсь от подписи. Я заспрашиваю конкретный вопрос. Не выгибай, пожалуйста. Никто не отказывает. Защитника моего допустили в эту процедуру? Да или нет? Защитник рядом сидит. Участвовал в процедуру. Еще раз говорю. Допустили моего защитника. Да или нет? Разъясните мне права по поводу защитника. Максим. Вы не согласны? Будьте добрый. Там напишите в протоколе. Объяснили. Да это не вам лишать. Ты свои чины иди там в стакане оббывай. Понял меня? Нет. Не влезай в процедуру своего подчиненного. Он сам должен знать. Он должен знать. Он должен быть грамотным, нормальным специалистом. Да я не отказывался от подписи. Девушка, я фиксируйте. На видео фиксируйте. Я от подписи не отказываюсь. Я требую разъяснить мне права. Право на защитника. Он не может ничего. Да я ничего не провоцирую. Я имею право на защитника. Ты что ли, глупый что ли до такой степени? Ты до такой степени глупый. Скажи, я имею право на защитника и допусти. Масло, Денис Анатольевич, разъясни ему права. Удовлетвори мое ходатайство, которое я не могу тебе вручить. Ты протокол составил в мое отсутствие. Ты собрековал его содержание. Ты знаешь, что оно заведомо ложное. Да я в суде буду это излагать. В суде я буду это излагать. И этому товарищу светит статья. 303 минимум. А то и 285, и 286 прилежит. А ты его отмазывать не будешь. И детям его платить не будешь ничего. Пенсию. Да мне все равно ты, вы и кто. Вы все озабоченные здесь. Вы озабоченные, я спрашиваю. Вы озабоченные. Обиженки тут собрались. Слово ты всех обижает. Не надоело уже на пустом месте провоцировать скандалы. Не надоело. Да я не уважаю тебя. Потому что ты начальник, ты должен был прекратить это все. Прекратить. Подойти со мной, выяснить вопрос. В чем конфликтная ситуация. Я бы тебе сказал. Я бы тебе дал послушать аудиозапись. А что это, дорогой? Что это? Ваши сотрудники, заупотребляя своими правами, совершают административное и уголовное преступление. Они это делают. Не я. Они издевались надо мной. Три часа держали. Даже защитника не допустили. Права объяснить не могут. Я водички наконец-то получу или нет, а? Скорая будет или нет? Едет. Ну когда она едет? Я не могу руководить скорой. Ну что вы можете? Попить я могу, у меня во рту пересохло. Тут вам... Никто мне ничего не давал. Как не давали? Я видел, что давали. Ой, какие вот гадкие вы поступки совершаете. Вот он видел, как мне давали. Что ты видел? Ты в глаза что делаешь? Что ты в глаза делаешь? Копию протокола будете получать? Ты... Слово. Как у тебя? Все в порядке? Я тебе сказал, буду получать. Буду получать. Вручи мне копию протокола. Со своей подписью. Оригинал как положено. Вручи. Заверь как положено. Чтобы я тебя привлек по статье по 303. И твой начальник твоих детей кормить не будет. На ты, видите, назвал там кого-то. Бедные, несчастные. Да вас не на ты надо называть, а совсем другими словами. Какими? Назовите. Ну так спровоцируй. Ну иди сюда, я тебя назову. Иди сюда. Иди. Вы вас отсюда слышите. Давай. Так я хочу в глаза тебе это сказать. Иди сюда. Ух ты уши, расскажи. Не надо. Иди сюда. Я хочу в глазки тебе сказать. Иди сюда. Иди, мой ласковый, иди сюда. Ласковый, иди сюда. Не стесняйся. Да что ты там? Лыбочку-то давишь. Ты красавчик, иди сюда. Иди, иди. Это красавчиком будет назад в другой. Иди сюда, говорю. Хочешь услышать в глазки? Так посмотри мне в глазки. Посмотри, не стесняйся. Вот самое смешное, да? Вот это люди, когда используют... Ну иди, скажи, чтобы у тебя слышно было. Иди, иди. И запишем твой разговор. Иди сюда. Вот все, все, все. Почему без обыска проходишь, а? Без досмотра. А то здесь звонишь уже. Что там в тебе лежит? В твоих, так сказать, чревах звенит так сильно. Железа много в тебе. Мяса много, наверное, ешь. Кровожадного. Водички-то будет, нет? Или ты видел, как я уже и до скорой побывал, и водичку попил, да? Ты ж видел все. Про скорую никто не говорит. Ты ж видел все, как я водичку попил. Видел, нет? Видел, Юр? Видел? Давай. Вот Алексей говорит, что он, как бы, его не посылали за мной следить и тому подобное. Ты говоришь, что ты видел, как водичку мне принесли, я попил ее. Вот так вот они, вот так вот они составляют протоколы. Им плевать вообще на человека, на его права и на все. Уже защитник даже здесь есть. Все есть. Все же есть. Денис, тебя права разъясняли? Конечно же нет. Конечно же нет. Я долго ждал этого, но не дождался. Бурков, почему? Копия протокола? Давай, не гитами уже. Копия протокола задержания, копия протокола административного. Расписывайтесь. Копия протокола задержания, копия протокола административного. Почему нету оригинала подписи? Или это у тебя черная паста? Не слышу. Это копия протокола. Расписывайте, что ли? Заверенную копию протокола дай мне так, чтобы подпись была оригинальная. Глупый, я не могу понять. Протокол задержания, выдай, пожалуйста. Что же происходит? Если с чем-то не согласны, можете не получать. Протокол задержания, протокол задержания, еще раз говорю. Ты обязан по требованию выдать мне протокол задержания. Я требую выдать протокол задержания. Вот при понятых, при понятых требую выдать мне протокол задержания. Протокол задержания не выдан. Да он сам себе подписал уже. Копия протокола? Копия протокола задержания. Данный момент. Копия протокола оба нестатистового права жизни. И копия протокола задержания. Выдаешь. Ну слава богу. Докричался. Вот. Не заверено. Ну ладно. Видео будет достаточно, я думаю. Почему у меня справа не разъяснили? Все. Вы процедуру закончили или нет? Михаил, не помню, ваше отчество забыл. Что дальше? Разъясните, как дальше будет действовать процедура? Михаил! Я свободен или нет? Хотя вы здесь мне разъясните. Вы мне все процессуальные документы выдали. Дальше что будет? Все, давай. А что дальше происходит? Что там? Курков же всем вынимает. Правильно? Курков. Звонок другу? Опять не знаю. Какой-то кошмар просто. В итоге сотрудники службы судебных приставов что дальше процедура, как происходит? Она закончена, не закончена? Разъясните, пожалуйста, мои дальше действия. Что я должен делать? А, все расскажут? Ну, каково сейчас начальство? Вот, ваше не знаю. Ну, вы с момента, как выдали мне протокол задержания, что тут? Я освобожден, не освобожден? Задержан? Все-таки приняли решение? Решились подписаться, да? Вам три часа. Будете дожидаться? Я без вас могу скорой получить уже. Камеру выключите, уважаемые. Я хочу понять, когда наконец... Не трожь меня. Я не трогаю. Ко мне не прикасаюсь. Я не прикасаюсь. Вот только прикоснись. Я не прикасаюсь. Будьте любят. Не надо быть озабоченным. Самое интересное, вы тут себя только двое уважаете. Вы ко всем обращаетесь на «ты». Хотя вроде бы... Так тебя не за что уважать. Я на вы, но я стал карточником. Нет, а потом уже после этого. Нет, нет, нет. Я вот, кстати, как бы это... Нет, я не знаю. С вами на вы. Просто вопрос-то не в том, что вы правильно разъяснили, что все эти материалы приобщены к административному материалу дела. На данный момент дается протокол и копия административного задержания. Протоколу прилагаются. Копия, правила, поведение. Все, она есть вон там. Она и будет в суде предоставлена или еще где-то. Не надо. В смысле не надо. Я имею право ознакомиться с материалами дела? Максим! Правила поведения. Максим, я имею право ознакомиться с материалами дела. Ознакомь меня со всеми материалами дела. Вот тебе Харченко говорит не сейчас, но это грубое, процессуальное нарушение. Ты мне разъясняя права, говоря о том, что я имею право ознакомиться с материалами дела, обязан это обеспечить. Обязан. Почему вы себя так ведете? Вы не знаете элементарных норм. Коп! Коп, вы слушаете, не того. Вот если бы он был до сих пор начальником... Они не несут никакой ответственности. А ты несешь. Я тебе так скажу, твою рожу теперь будут все видеть и знать. И соседи тебе в лицо будут плевать. И тебе скажут, кто ты такой, понимаешь? И тебе будут все тыкать. И на работе, и после работы. Ты не достоин вообще, вообще называться даже человеком. Понял это или нет? Ты молодой, глупый. Того сейчас попользуются, чтобы с Мамаевым там как-то посчитаться. И в расход тебя пустят, понимаешь? В расход. И твоего коллегу, который протокол составил, в расход пустят. У них фишка, знаешь, всех своих подчиненных за год, за два до пенсии увольнять по статье. Чтоб пенсию не платить и так далее. В расход, так сказать. Поэтому ты сильно жопу не рви за них. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok